Все в дзюдо непременно знают, кто такой Илиас Илиадис, ведь он легенда этого вида спорта. Его достижения впечатляют. Олимпийский чемпион 2004 года в Афинах, неоднократный чемпион Европы и мира. Его золотая олимпийская медаль была завоевана в Афинах в 2004 году, когда ему было всего 17 лет, что сделало его самым молодым олимпийским победителем в дзюдо за всю историю. Он большая гордость Греции, но родился и вырос в Грузии. Он один из тех чемпионов, о которых никто никогда не забудет. Родился Илиас Илиадис в Грузии в 1986 году. Детство спортсмена прошло на окраине Тбилиси. Тогда в Грузии были тяжелые времена. Экономическая ситуация была хуже некуда, отчего в том числе и страдали спортсмены. Они тренировались в плохих, не приспособленных для тренировок условиях. На холоде, в помещениях, где не было отопления, а была только холодная вода. Илиас, которого в то время звали Джарджи Звидаури, описывает себя как плохого парня в молодые годы. Его родители решили, что ему пора заняться спортом. А отец предложил заняться боксом. Бокс не впечатлил Илиаса, но когда он пошел в дзюдо, то был поражен. С 15 лет Илиас начал удачно выступать на юношеских международных соревнованиях, где с ним познакомился его будущий тренер и приемный отец Никас Илиадис, который принял его в семью и дал свою фамилию. В 2002 году грузинский мальчик Джарджи получил новое имя и новый паспорт. Он стал Илиасом Илиадисом. На вопрос, кем он себя больше считает, грузином или греком, он отвечает, «Моя кровь грузинская, но мой ум греческий». Уже по прошествию двух лет Илиас сумел заявить о себе, как о самом сильном дзюдоисте планеты. 2004 год для него стал невероятно успешным, и его жизнь кардинально поменялась. О нем узнали все. Тогда он боролся за Грецию и выиграл чемпионат Европы. А уже через несколько месяцев завоевал олимпийское золото, став при этом самым молодым в истории олимпийским чемпионом по дзюдо. Ему было всего 17 лет. В последующие годы, набирая больше сил, «Илиас» изменил категорию с 81 кг до 90 кг. В 2005 году он стал серебряным призером чемпионата мира в Каире. И выиграл среднеземноморские игры. В 2007 году он снова был в финале чемпионата мира в Рио-де-Жанейро и снова был одним из фаворитов олимпийского титула в Пекине. Но сами олимпийские игры в Пекине не задались для Илиаса. Он выбыл уже в первом раунде. Условия для него сложились не лучшим образом, так как он был вынужден соревноваться с травмой. Вот что об этом он говорит. «В мае 2008 года я начал подготовку к играм и отправился в тренировочный лагерь в Будапеште, где получил травму колена. Врачи сказали, что я должен был остановиться на один месяц. Но на самом деле я остановился только на одну неделю. И это было большой ошибкой. Я приехал в Пекин на одной ноге и даже до начала соревнований чувствовал себя неудачником. Я сдался. Я встретился с Марком Хуизингой с Нидерландов в первом раунде и проиграл. Это было действительно сложно. В последующие годы у него становилось все больше и больше проблем. Я много раз получал травмы и начал проигрывать снова и снова, как рассказывает об этом Илиас. В 2010 году перед чемпионатом Европы в Вене я сказал своему тренеру, что если я не получу медаль, я остановлю свою карьеру. Но я получил бронзовую медаль. Через несколько месяцев в Токио состоялся чемпионат мира. Я снова был готов. Готов победить. И никто не мог меня остановить. В Токио я мотивировал себя, сказав, что если я выиграю золото, я поеду в Лондон. Я хотел золотую медаль и получил ее. Вновь мотивированный Илиас Илиадис снова выигрывает чемпионат мира в Париже в 2011 году. И прибывает в Лондон в качестве одного из фаворитов на титул, где завоевывает бронзу, которой он был рад так же, как будто это было золото. Ведь тогда его страна завоевала всего лишь две медали. Не уставая, в 2014 году Илиас снова выиграл титул чемпиона мира в Челябинске. Тогда он был на переломном этапе своей жизни. Думал о том, что может быть пришло время остановиться. Но все еще хотел большего. Олимпиада 2016 года в Рио-де-Жанейро была его четвертой. И к тому времени он уже устал от участия в соревнованиях. После проигрыша китайскому дзюдоисту Чэну Синьжао, в первом туре, он объявил в интервью, что это его последний турнир. Но несмотря на то, что Илиас прекратил соревноваться, он все еще продолжает усердно тренироваться. И как можно заметить на видео, перебывает в отличной форме. На вопрос, в чем секрет, отвечает. Секретов нет, только упорные тренировки. Когда я больше всего соревновался, я тренировался 3 раза в день. В 7, 11 и 18 часов. В настоящее время я тренируюсь силовыми упражнениями каждое утро. И занимаюсь дзюдо 3 раза в неделю. Все дело в упорных тренировках, без ограничений и пощады. Сейчас Илиас Илиадис восслабляет сборную Узбекистана под дзюдо. Подготавливает ее к очередным Олимпийским играм в Токио. Говоря о своем будущем, легенда дзюдо объясняет. Я не могу остановить дзюдо. Дзюдо в моих венах. Дзюдо это я. Я отдал всю свою жизнь спорту. Теперь у меня есть возможность помочь спортсменам повзрослеть. Я хочу поделиться своим опытом. Я хочу отдать все. Но прежде всего я хочу научить их, как стать лучшими людьми. Продолжение следует...